МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удивительно это село. Удивительно. Удивительно тем, что несмотря на свои малые размеры и некоторую культурную равноудаленность от всех аймаков этнической Бурятии, село Корсакова Кабанского района настолько энергетически сильно, что на протяжении всей своей истории рождало и продолжает генерировать ярких и самобытных личностей, оказывающих влияние на многие стороны жизни республики. В первую очередь хочется сказать о деятелях культуры, но оказалось, что мы как-то упустили из виду этот момент. В селе Корсакова давно и плодотворно работают и радуют своих зрителей фольклорный ансамбль «Кудара» и детский коллектив «Ургы». Ансамбль принимает активное участие во всех мероприятиях, показывая свой район и малую родину во всей самобытной этничности. Самым известным артистом выходцев из этих краев является уроженец соседнего села Ранжурово, заслуженный артист Бурятии и России Владимир Албатаев. Певец, пользующийся непререкаемым авторитетом в творческих кругах Москвы. Работает солистом московской капеллы и активно гастролирует по всему миру в составе своего коллектива. На каждом концерте в любой стране мира Владимир Албатаев неизменно включает в репертуар бурятские песни. В мире спорта Корсакова и Бурятию прославил мастер спорта по боксу Владимир Кондаков. Впрочем, имена можно перечислять долго. Главное, что и сегодня в Корсаковской школе продолжает работать школа бокса под руководством местного наставника. Многие выходцы из села Корсакова стали признанными специалистами-корифеями в самых различных отраслях народного хозяйства Бурятии и России. Где бы ни жили и работали корсаковцы, они пользуются неизменным авторитетом и уважением. В бурятской политике широко известно и осталось незамаранным имя Сергея Николаевича Булдаева, возглавлявшего и Совет Министров и Верховный Совет Бурятской АССР в самые драматичные моменты новейшей истории. Эти кадры сделаны в этом году в зале заседания правительства Республики Бурятия. Все собравшиеся – это люди, по доброй воле пришедшие выразить уважение знаменитому генералу. Кто же вы, генерал Бутуханов? Он родился в краю, напитанным дыханием священного Байкала, в семье простого крестьянина. Небо и земля шептали мальчику, что он родился защитником своего рода и своей земли. Он родился с лицом и сердцем воина. В его глаза всегда полыхал огонь в великой степи. В его душе рождались мысли, достойные вождя. И это дало будущему генералу непоколебимую силу, справедливость в делах и мудрость в свершениях. Николай Васильевич прошел все ступени комсомольской работы. Секретарь первичной комсомольской организации у себя в родном Кабанском районе и заканчивал должности первого секретаря Бурятского областного комитета в ЛКСМ. Он действительно был лидером и по духу, и по должности, и по своему характеру. Согласитесь, что он является героем нашего времени. Родная партия направила своего несгибаемого бойца в органы внутренних дел, где Николай Васильевич прослужил в должности министра 16 лет. Он очень быстро освоился, и дальнейшая его служба была уже служба профессионала. Человек очень строгих правил, очень жесткой дисциплины, но совершеннейший, справедливый и порядок человек. Когда он работал, раскрываемость преступления, когда был генералом Матухана Николая Васильевич, порой доходила до 90%. Ему бесполезно было что-то, цифры какие-то придумать, обмануть. Потому что он все уже знал. Если уже начинал кто-то неправду говорить, уже сразу сказал, все, говорил, садитесь, все, это уже не то говорите. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он никогда не кичился своим высоким званием перед земляками. Но каждый его приезд на родину становился событием. Небольшое по всем меркам село Корсакова дало бурятий столько славных сыновей и дочерей, что не измерить никакими мерками. Николай Васильевич Бутуханов, первый генерал из Корсакова и не последний. Я лично гордился, что у нас такой именитый земляк. Я помню, когда первый день пришел в министерскую институту нашей республики, работать с судьей, как раз в районном министерстве столкнулся, и он когда мне представил, что я в днем прошлое родовало, он будет работать с судьей министру юстиции Медведя Прикапа Трихоновича. Для меня это было очень приятно. Наряду со всей Россией и Бурятией в родном селе тоже широко отмечается день рождения генерала. Мы, Корсаковское молодое племя, гордимся вами, нашим земляком. Ваш пример подарило нам время, каждый раз, что с вами знаком. Вы не просто жизнь проживали, вы красиво писали судьбу. Может быть, о ней в детстве мечтали, а сейчас вы боец. Ищи в район! Рады слышать голос командирский, вашу крепкую руку пожать. Желаем бодрости в офицерской выправке. Николаю Васильевич, держать! Тобе, мы тебя любим. Тобе, с днем рождения. Желаем счастья, здоровья. Деда, я желаю тебе еще прожить столько же лет, ты живешь у нас в Синахе. Благополучия. Тобе, мы гордимся тобой, тебя не подведем. Тобе, вот она, ты, удача, ты, я, ты, я, ты, я, ты, я, ты. Любим и ценим вас. Поздравляем! 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 Музей Корсаковской средней общеобразовательной школы – это взгляд в историю своей родины. Учащиеся на примере своих знаменитых земляков воспитывают в себе истинных патриотов. В последнее время это слово начало приобретать самые замысловатые оттенки. Но значение его должно оставаться неизменным. Это человек, любящий свою родину, уважающий себя, как уроженца этой земли. И готовый сделать все для того, чтобы родина раз от разу становилась лучше и лучше. Какой ветер стране дует, неважно. Держит свой курс генерал-майор. Нрав бойцовский и отважный. Вы победитель, любому дадите отпор. В музее есть рассказ о генерале юстиции Борисе Николаевиче Батоеве, всю жизнь работавшем на самых ответственных постах высшего эшелона. Сейчас Борис Николаевич – депутат народного хурала. Возглавляет один из ключевых постов. Генерал Батоев рода Хенгелдер. Это очень славный род в далекие незапамятные времена, пришедший на эти земли с берегов студеной реки Лены. В роду Хенгелдер во все времена рождались мужчины, которые становились олицетворением воинской доблести бурят монгольского народа. Заслуги предков свято хранятся старейшинами рода. Например, шпаги и кортики – наградные кортики от самой Екатерины Великой за выдающиеся заслуги перед российским государством. Мы дорожим столь дорогой реликвией. Конечно, были времена, когда наш род был вынужден прятать, скрывать, что имеем такие награды. Сейчас наступили времена, когда вот такие реликвии нет необходимости прятать, а наоборот, надо гордиться им, показывать своим детям, внукам, за что были награждены наши далекие предки вот такими боевыми наградами. Родовые земли Кударинских бурят начинаются примерно с села Фофаново. Для нас Кударинский бурят – это священное место. Ни один Кударинский бурят мимо не проедет, не оказав почтение этим местам. Сейчас месту поклонения местных жителей отдают дань уважения всех, кто идет дорогой к Байкалу. Это место примечательно тем, что эгрегором, то есть духом-хранителем, стал русский человек – местный царский наместник Иван Тимофеевич. Видимо, он был очень справедливым и честным человеком. Буряты просто так не стали молиться, если он был несправедлив, притеснял бурятов как наместник похабов. Я думаю, что если молится, значит, сделал добрые дела. Мы уверены, что когда-нибудь, если не очень скоро, у нас появится возможность рассказать о делах не менее славных, сделанных юными корсаковчанами. Потому что есть характер, потому что стержень есть, в каждой ипостаси мастер, ваша доблесть и мужская честь. Пуля зацепила на войне, вы сказали, я дойду, не дам упасть своей стране, с победой к маме я приду. Есть понятие «сила крови» и «сила родной земли». Это непобедимая сила. Будут еще генералы в Корсакова. Будут. 2012 год продолжается. Соответственно, продолжается и год русской истории, посвященный победе русской армии в войне 1812 года. Бурятия имела самое непосредственное отношение к этой славной странице истории русского оружия. На самых пиковых моментах Бородинского сражения на Багратионовых, Флэшах и Семеновских высотах били французов и проливали кровь воины 41-го Селенгинского пехотного полка. В начале своего формирования полк получил название Селенгинского гренадерского пехотного полка. Но многочисленные реформирования дали ему то название, которое и осталось в истории. На прошлой неделе в поселке Новоселенгинск рядом со старинной церковью на Аллее памяти был открыт памятный камень в честь воинов-героев. Юные казачата и умудренные жизнью казаки стояли в один ряд. Молодой воин Селенгинец, прошедший горячие точки нашего времени, гордо сказал, что он всегда помнил и знал, что никогда не пострамить славу своих земляков. Селенгинский район имеет славную историю, в том числе и воинскую. И, соответственно, мы делаем все возможное, чтобы учащиеся жители Селенгинского района знали, помнили, чтили свою историю, все свои славные подвиги. В Новоселенгинском музее открыли экспозицию, посвященную 41-му Селенгинскому полку. Гидом выступил председатель комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Александрович Харитонов. А здание музея уже примечательно тем, что в этом доме останавливались ссыльные декабристы. А ведь декабристы до своего восстания сами были участниками войны с Наполеоном. Но это уже другая история. Обычно открывают торговые центры, а здесь открывают музеи. Вот в этом удивительная особенность сегодняшнего мероприятия. Более того, Селенгинский район, на территории которого находится этот музей, нашел возможность, и 10 ребят, занимающихся краеведческой поисковой работой, только что съездили, совершили поездку в Москву, на Бородинское поле, и побывали в Севастополе. Старшеклассники Ольга Суетина и Геннадий Муромов рассказали, что реконструкция сражений Севастопольские редуты времен Крымской войны произвели неизгладимое впечатление. Там есть и Селенгинский редут. И благодарные жители Севастополя назвали улицу в честь нашего полка. Есть там улица Селенгинская. Наши дети съездили туда, побывали на данной улице, посетили школу 42-ю, которая находится на данной улице, познакомились с детьми, пообщались. Там принимала нас администрация Нахимовского района, то есть это самый крупный район. Севастополя. Ну и там мы заключили договор о сотрудничестве. И я думаю, на следующий год мы еще будем наших ребят отправлять, детей наших отправлять в Севастополь. Связь времен продолжается. Связь продолжается, потому что была. Мы не сказали о том, что селенгинцы, жители Селенгинска, города Селенгинска, пристально следили за службой своего селенгинского полка. И когда в Крымскую войну была необходимость собрать теплые вещи, продовольствия, то был брошен клич губернатором Селенгинска и жители Селенгинска отправили своему полку на поле сражения и пропитание, и теплые вещи, и медикаменты. И взамен благодарные воины отправили пробитую пулями и осколками иконы Божьей Матери, которая на сегодня хранится в запасниках музея в городе Улан-Удэ. Раньше на Васеленгинске музей был филиалом Национального музея Бурятии. В 90-е годы обособился. Сейчас история возвращается на круги своя. Правительство Бурятии приняло решение, что музей вновь станет филиалом Национального музея. Прошедшее лето показало, что слияние дало свои результаты. Наши сотрудники еще в апреле-май заключили договора с туристическими фирмами и разработали очень хороший туристический маршрут, который называется «Музейная карта Бурятии», в которую в первую очередь вошел музей декабристов. Мы разработали маршрут тур выходного дня с посещением нашей постоянной экспозиции в музее истории Бурятии. 350 лет вместе с Россией. Далее группа садится в автобус. Сейчас по дороге мы рассказываем отдельные страницы из истории Бурятии и плавно подъезжаем к Новоселингинску и здесь уже идет история Селингинска, Селингинского пехотного полка, история декабристов и так далее. Посещение вот этого музея. Мы уже, по-моему, за это лето у нас было три маршрута. Очень хорошие были отклики. История хранится в музеях, но каждый живущий есть напоминание о том, что история жива. Все дороги ведут в Рим. Не всегда, ой, не всегда. Скорее всего, скоро все дороги мира будут везти в Улан-Удэ, но не конкретно в столицу нашей Бурятии, а к Байкалу, к нашим почти не засоренным природным достопримечательностям. В 2007 году симпатичная польская девушка путешествовала по России автостопом, да путешествовалась до крайней точки. Это было такое достаточно интересное путешествие. Первый раз было так далеко от Польши, и в том путешествии мы доехали до Владивостока, то есть, в принципе, до самого конца, как с точки зрения Европы, до самой крайней точки. По пути следования путешественница, естественно, не прошла стороной и наши благословенные края. Я тогда в Бурятию полностью влюбилась. Мне очень понравилась степь, которой в Польше нету, и, видимо, поэтому она меня настолько заворожила. Понравились очень буряты, понравились люди, понравилось то, что здесь буддизм, и мне кажется, в связи с этим есть какое-то такое спокойствие, которого все-таки не хватает уже в Европе. Оказавшись опять в Европе, симпатичная польская девушка затасковала, зачитывала стихами Адама Мискевича про русскую степь и ясно понимала, что ей смертельно не хватает именно бурятских степей. Очень кстати прозвучало предложение поработать в России. Предложили мне работу в нескольких местах, но я без сомнений выбрала бурятю. Так симпатичная польская девушка оказалась в БГУ, открыла курсы для всех желающих, и дело закипело. Следующим шагом вот этих курсов, этих проектов, которыми начались с Польшей, стало открытие Центра польского языка истории и культуры. Желающих постичь тайны истории, культуры языка одного из самых своеобразных славянских народов оказалось много. В общем, Агнешка Фиаковска за 4 года работы в Бурятии внесла существенный вклад в популяризацию родного языка. Работать здесь ей было комфортно. За 4 года, мне кажется, у меня здесь не было конфликтов вообще ни с кем. Это уникально, потому что в Европе все-таки сотрудничество как включает в себе всегда такой открытый яркий конфликт, который можно использовать тоже как творческий, но здесь как бы это сотрудничество, оно такое более спокойное, вот по-буддийски, взравновешенное, поэтому мне здесь очень приятно работать. Больше стопроцентная Европа. Это касается менталитета, системы ценностей и главное ощущение времени. Там все торопятся и очень-очень щепетильно относятся к тому, чтобы договоренности и обязательства выполнялись точно в срок. Здесь же ее поразило, что никто никуда не спешит и вообще вольно трактует время. Я это очень долго не могла понять, что люди, как бы, они действуют из своих внутренних мотиваций, а не внешних ограничений времени. Но когда я к этому привыкла, это, конечно, стало преимуществом. Агнешка объездила Бурятию вдоль и поперек, забиралась на Мунку-Сардык, планирует съездить на Святой Нос в Паркузинский район. Она торопится впитать в себя дух, ставшего и родным краем, чтобы пережить разлуку с Бурятией среди пыльных каминов Европы. Я очень надеюсь, что это не мой последний визит.